Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые гости нашего Дня Открытых Дверей. Меня зовут Маргарита, я менеджер по продвижению программ банковского института НИУШЕ, в том числе и программ профессиональной подготовки, МБИ и управления инвестициями. Сегодня на нашем Дне Открытых Дверей мы рассмотрим тему цифровизации и качества цифрового продукта. Расскажет об этой теме Анатолий Владимирович Чекмарев, также у нас после нашего преподавателя выступит Василий Михайлович, академический руководитель программы, директор банковского института Василий Михайлович Солодков. Мы очень надеемся, что для вас вебинар получится интересным, очень познавательным, не только в плане программы, но и в плане темы, которую мы сегодня осветим. И также, если у вас будут возникать какие-то вопросы по ходу презентации, по ходу выступления спикеров, пожалуйста, можете задавать их в чат, когда они закончат свою основную часть выступления. Можно вопросы задавать голосом или также в чате. Сейчас я передаю слово Анатолию Владимировичу, и спасибо вам, что вы пришли на наш вебинар. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Пару слов расскажу о курсе, который может быть прочитан в этой программе. Сначала немножко о себе, работал много где, кандидат технических наук и защищался как раз по теории управления качеством. Работал в Банке России, Внештурбанк, Газпромбанк, Газпромэкспорт, Аэрофлот, Московская биржа, неоднократно работал РТС, Национальный депутатный центр. Значительная часть курса была изложена, в том числе в учебнике, который получил первое место на конкурсе первопечатника Ивана Федорова в 2021 году. Вероятно, это какой-то показатель качества. В целом, по курсу основные ключевые какие-то точки сейчас расскажу. Почему мы считаем, что этот курс нужен и важен? Я это вижу и по своей работе, и по востребованности его слушателей, там, где я преподаю, это не только Банковский институт, но и МГИМО, курс магистров. Доля трудоспособного населения, занятого в обработке информации, она непрерывно растет, и если в начале 20 века она составляла около 10%, то в настоящее время она уже превысила значительно 50%. То есть единственное, что нам может помогать в обработке цифровой информации и, соответственно, автоматизировать работу большей части трудоспособного населения на Земле, это и есть цифровые инструменты, компьютеры и так далее. И качество этих процессов, информационных ресурсов, цифровых, оно становится превалирующее в сегодняшней экономике. По поводу цифровой трансформации и управленческого отрыва. Информация в развитых странах с подачи Соединенных Штатов стала основным воспроизводимым ресурсом. Приведена краткая информация на слайде о том, какие банки данных в настоящее время в Соединенных Штатах наиболее доходны. Самые низкодоходные – это патенты, самые высокодоходные – это кредитная информация. По поводу цифровых информационных ресурсов – это ресурсы, с помощью которых информация хранится, передается, обрабатывается. И настолько какая-то экономика или организация компании умеет хорошо это делать, обеспечивает ей конкурентный или управленческий отрыв, если смотреть с точки зрения не только теории информации, но и более ранних вещей, таких как кибернетика, например, Винера. Приведена книжка «High Performance Computing and Communication Act». Это документ, который стал, в общем-то, базой для создания интернет и управленческого отрыва в Соединенных Штатах. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Написал, подготовил этот документ и провел через Конгресс США. Альберт Корр в свое время, по примеру своего отца, начавший строить скоростные цифровые магистрали, его отец в свое время прославился тем, что строил высокоскоростные автомобильные магистрали в Соединенных Штатах. По поводу предпосылок курса. Цифровизация привела к изменению подходов к теории качества, и в целом получилось так, что цифровизаторы, люди, которые в настоящее время в этой индустрии заняты, они не очень много знают про теорию качества. Специалисты в области теории качества традиционной, они не очень много знают про цифровизацию и не всегда эффективно используют новые цифровые инструменты, которые предоставляют новые технологии в своей работе. Ну и, соответственно, аудитории данного курса могут стать как молодые специалисты и в теории качества, и в области цифровизации, так и специалисты в области IT-проектов, и не только, задача которых может быть развитие цифровизации своего труда. По поводу содержания. Общее содержание широко представлено на данном слайде, то есть здесь есть традиционные темы в области теории качества, которые являются сами по себе недооцененными часто, но представляются нам очень интересными. Много отдано теме моделей зрелости разного рода, как зрелости IT-процессов традиционно развитых в области цифровизации, так и зрелости в области развития управления кадрами, качества IT-архитектуры, качества проектного управления, и важная тема, которая мало знакома традиционным специалистам как в области теории качества, так и автоматизации, это цифровой дизайн. То, что обычно называется UX-UI. Мы уже привыкли в своих используемых цифровых инструментах, таких как мобильные приложения или в приложении, высокие требования предъявлять к цифровому дизайну, но в традиционных приложениях, таких как, например, бухгалтерские системы и так далее, это, в общем-то, пока тема малорассматриваемая, и контраст между этими приложениями мы часто очень хорошо видим. Большая тема – это качество управления данными. Здесь тоже мы будем обсуждать соответствующую модель зрелости. И очень важная тема, связанная с цифровизацией. Чем больше цифровых инструментов мы используем, особенно в критичных областях, тем больше значения растет подходов к защите информации цифровой, управления рисками и непрерывности IT-сервисов. В данном случае мы доходим обсуждений до дизастра-рековери-планов в том числе. По поводу основных идей. Проводятся параллели в курсе между такой теорией современной и институционализм, которая, с моей точки зрения, представляет системный подход к экономике, общей теорией качества и модели зрелости. Там очень много параллелей есть. И одна из параллелей, например, касается конфликтов, которые рассматриваются в институционализме, как необоснованное оппортунистическое поведение, от которого зависит уровень развития экономики. Для модели зрелости это тоже очень близко, и для общей теории качества. С точки зрения рассмотрения проектов и возможности управления качеством проектов и эффективностью, мы говорим о том, что проект изменяет организацию, влияет на нее, вводит ее в состояние адаптации, которая, в свою очередь, приводит к множественным конфликтам, поэтому больших проектов без конфликтов не обходится. И анализируя конфликты, мы можем развивать как проектное управление, так и процессное управление, то есть находить больные точки. С точки зрения UX-UI мы говорим о том, что в современном мире UX-UI является необходимым элементом цифровых инструментов и необходимым элементом качества цифровых систем в целом. Метрики, метрологии и экспертное оценивание. Про метрики знают многие, в том числе IT-специалисты, и цифровые специалисты очень любят различные метрики, но, к сожалению, то, что приходится встречать на практике, это неумение пользоваться такими вещами, как правила статистического наблюдения, например, или экспертное оценивание. Теория экспертного оценивания, если кому-то интересно, можно посмотреть в книге, очень понятно написанной, автора Орл, каким образом можно мнение эксперта субъективное превратить в объективные оценки. Она, в общем-то, об этом. Вот, и качество цифрового продукта. Основной постулат теории качества, один из основных, это то, что нельзя обеспечить качественный продукт, не имея качественного процесса. Но, поскольку уровень зрелости в большинстве организаций у нас не очень высокий, это приводит к тому, что уровень персональной зависимости, он оказывается очень высок. И здесь мы наталкиваемся на тему построения качественных и эффективных команд, которые могут, несмотря на недостаточно зрелые процессы, все же реализовывать качественный результат. Здесь посмотрим на такие вещи, как модель Билбин, по сбору команд эффективных. Ну и как одну из ключевых книг здесь можно порекомендовать на Лигант Пазлова, автор, который работал IT-руководителем такой компании, как Uber. Книга, с моей точки зрения, на сегодняшний день может быть самая интересная в этой области именно по построению качественных команд. К сожалению, без перевода. Ну и пару слайдов по темам отдельным. Общая теория качества. Традиционная, то есть это процессный подход к качеству, непродуктовый, то есть здесь приводятся такие примеры, как то, что в традиционном автомобильном производстве, например, который имеет много параллелей с программным обеспечением тоже. Немецкие компании, средоточенные были очень долго на том, чтобы контролировать конечный результат, а японцы, используя наработки деминга Шопарта, которого они взяли, деминга я имею в виду, на работу в 70-х годах, сумели вырваться вперед и останавливали буквально конвейер в момент контрольных процедур на каждом этапе сборки. И эта разница, она, в общем-то, обеспечила им лидерские позиции в какой-то момент времени. Сейчас большинство конвейеров автомобильных уже перешло. Но это такие общие вещи, в которых теории качества стандартно рассматриваются. Принятие решения на основе фактов здесь как раз про объективные количественные метрики, их связь с KPI, в том числе с бережливым производством и с системой сбалансированных показателей. В том числе. Пару слов про институционализм. Я говорил о том, что с моей точки зрения эта теория современная экономическая мысль средоточена на системном подходе, в ней явно эти признаки есть. То есть от общего к частному фокус на взаимосвязях элементов экономических, таких как институты, а не на элементах, то есть насколько институты развиты, то есть взаимосвязи между элементами и взаимодействия. То есть с точки зрения системной теории, теории сложных систем, это называется эмергентными свойствами, например. Ну и связь развития экономики с конфликтным поведением. То есть говорится, экономика настолько развита, насколько в ней мало конфликтов, неэффективных. Например, приводится часто такой пример, когда фермер вместо того, чтобы производить сельскохозяйственную продукцию, сеять, пахать, собирать урожай, судится из-за межи. И это показатель низкого развития экономики. Для меня это как раз очень характерный пример, который приводится в институте анализма в классических работах. По поводу стратегии. Невозможно обеспечить качественно, конкурентно способный цифровой продукт, если у вас нет стратегии развитой. Приведены типовые вопросы, которые приходится решать, когда мы разрабатываем какую-то стратегию. Ну и та стратегия, которая рекомендована в рамках курса, она соответствует современным представлениям в этой области стандартам ISO 200001-200002, например, или ITIL, или CMMI, модели зрелости. То есть, как она выглядит. Сумеет проанализировать на основе объективных метрик свое текущее положение, наметить целевое, достижимое, релевантное стратегии бизнеса, сформулировать шаги, реализовать эти шаги и проанализировать опять свое состояние, куда мы попали. И это в цикле непрерывно обеспечивать повторение этих шагов в каждом отчетном периоде. И, в принципе, таким образом реализовывать классический для теории качество цикл постоянного улучшения деминга-шухарда, плен-ду-чека сокращенно. По поводу модели зрелости CMMI, на ее основе много что рассчитано, пять уровней она рассматривает. Разработана была Карнеги Маломнии Университет по задаче, поставленной Пентагоном, в свое время, когда они столкнулись с усложнением программных продуктов и цифровых, и параллельным снижением их качества. То есть, стало слишком сложно производить качественные ПО, и они поставили задачу, таким образом можно ранжировать производителей программного обеспечения так, чтобы ожидать от них достаточные качества, требующиеся для военных разработок. Была разработана модель на основе книги Quality Esprit, качество забесплатно. Вот. И о чем говорит эта модель? Есть пять уровней, фокусировка на каждом из этих уровней, она оказывается разной, и нижний уровень сфокусирована. На управлении проектами, а верхние уровни, они уже сфокусированы на том, чтобы построить эффективный процесс. Персональные риски на нижних уровнях высокие, на верхних уровнях они пропадают практически. Ну и конфликты. На верхних уровнях не успели поругаться, а уже нашли какой-то регламент, где написано, как поступать в этой коллизии. На нижних уровнях конфликтов он оказывается достаточно высокий, и указывает на наименее развитый процесс в том числе. По поводу эффективности внедрения CMMI, которое подробно в курсе рассматривается, есть технический доклад, он относительно старый, но они говорят, что нет смысла его повторять, потому что он остается актуальным и по настоящее время. Если вы внедряете CMMI, то опрос проводился по 35 компаний в разных странах, разного размера, разного уровня зрелости, и у средневной оценки они получаются следующие. Среднее улучшение себестоимости, то есть снижение себестоимости выпуска, например, программного обеспечения. Снижение на 34-35%, соблюдение плановых сроков на 50%, возрастает производительность на 60%, качество на 48%, удовлетворенность клиентов, к сожалению, клиенты, они капризны, не всегда объективны, на 14%, возврат инвестиций 4 к 1. То есть если вы внедряете CMMI, тратите на это миллион рублей, то вернутся скорее всего 4. И самое интересное, это подтверждается российским опытом. Пока модель не очень широко распространена в России, к сожалению. Вот, следующее, то, что рассматриваем в курсе, это перевод программирования, задача перевода программирования из категории искусства в категорию технологий. К сожалению, эта задача пока не решена. И почему это можно утверждать? Потому что, к сожалению, пока качество и скорость разработки очень сильно зависят от людей, которые привлечены. Вы взяли на работу качественного человека, эффективного, он сделает быстро и хорошо. К сожалению, нельзя гарантировать то, что человек, получивший диплом или закончивший какие-то курсы, вовлеченный в ваш процесс разработки, обеспечит качество, которому вы привыкли. То есть привлекли нового специалиста, и у вас вдруг падает производительность и так далее. В большинстве компаний эта задача не решена, я это вижу на своем опыте. В курсе там отдельные примеры могу рассказать более подробно. UX, UI. Родоначальником, наверное, этой темы можно назвать Стива Джобса, он много что начинал, какие темы. Не зря его называют человеком, наиболее повлиявшим на цифровую индустрию в 20 веке и в 21. Вот. Мы говорим в курсе о том, что это один из основных одна из основных категорий качества в настоящее время. И базовые подходы к разработке юзер-интерфейса и анализа юзер-экспириенс будут рассмотрены. Одна из таких вещей, например, это одна из базовых вещей юзер-интерфейса и цифрового дизайна. Это теория близости. Вот. С точки зрения построения технологии, один из фактов, приведу, который будет рассматриваться, это то, что работа цифрового дизайнера, она оказывается при взаимодействии с пользователем по его требованию и дешевле, и более эффективна, чем если мы выпускаем традиционного бизнес-аналитика либо программист, не дай бог, на взаимодействие с пользователями. Вот. Ну и одна из вещей еще важных, которая связана с цифровым оформлением и продуктовым оформлением, это то, что хороший дизайн, он генерирует положительный эмоциональный отклик у пользователей, тем самым предоставляет вам конкурентное преимущество, если вы с этой задачей справились. В курсе несколько примеров будет приведено, в том числе конкурентная борьба между Reuters, Refinitiv и Bloomberg. На примере этих компаний будет рассказано, в том числе. По поводу конфликта я несколько раз эту тему упоминал. Что будет рассказано? Например, то, что традиционно, когда мы какими-то проектами занимаемся с низкой эффективностью, у нас уровень конфликта оказывается седловидным. При этом на пиках, когда конфликт слишком высокий оказывается, это ряд работ существует и российских, и американских специалистов на эту тему, риск падения качества продукта цифрового, он становится неприемлемым уже. И просто потому, что конфликт вырос. Вот. Ну и если конфликта нет, это скорее показатель того, что у вас адаптация не идет к этому продукту и продукт скорее всего не реализуется. В итоге на каком-то этапе мы все равно переходим к итернационной разработке, которая а-ля становится agile, но лучше реализовывать эту стратегию сразу и реализовывать а-ля agile подход, то есть, когда мы периодически встречаемся, это периодическая коммуникация в agile, то есть, те же спринты, и, грубо говоря, ругаемся для того, чтобы организации, где мы реализуем продукт или пользователи этого продукта будущей или фокус-группа могли высказать свое мнение, с которым мы не всегда согласны, но и рабочая группа проекта или разработчики и пользователи, они получают возможность стартовать процесс взаимной адаптации как можно раньше. Здесь книга автор Венда Валерий Федорович «Стема гибридного интеллекта» может пригодиться, если кто-то решится на этот курс. Ну и по поводу конфликтов адаптации пара замечаний. По поводу метрик для управления IT-услугами мы говорили о том, что теория качества базируется на том, что решения принимаются на основе объективных показателей и эти объективные показатели нужно уметь снять с различных участков процесса разработки, подготовки цифрового продукта или юзер-экспириенс анализа и так далее. Их очень много метрик. Проблемы есть связанные с метриками. Это то, что можно такую систему метрик создать, которая не только будет трудозатратна чрезмерно, но и будет не мотивировать, а демотивировать сотрудников. Ну и есть знаменитые примеры, когда введение метрики в среднее время ожидания операции в Великобритании привело к тому, что люди начали злоупотреблять, ввести просто два журнала и таким образом просто метрики сломали, систему метрики. Ну и их не должно быть много, потому что их введение будет просто слишком трудозатратным и не должно быть мало, они должны быть сбалансированы. Здесь о чем речь, о том, что, например, если поставить метрику программистам максимальное количество выпуска релизов, то начнет возрастать количество ошибок. Вот, и метрики, которые здесь должны быть сбалансированы, это как раз количество выпущенных релизов против релизов, возвращенных по причине ошибки на доработку. Вот, и ряд вопросов, которые связаны с системой метрики. Здесь книжка автор Брукс «Метрики IT-услуг». Ну, и, собственно, это все, что я хотел бы коротко по курсу сказать в настоящее время и только пригласить вас на курс. Надеюсь, встретимся. Василий Михайлович. Андрей Михайлович, большое спасибо. У нас не только курс, на самом деле, у нас программа. Вот, у нас надо шире смотреть, шире глядеть. Поэтому, давайте я сейчас попробую расскажу о программе, а потом мы, наверное, совместно ответим на вопросы. Значит, смотрите, мы сегодня совместили замечательную лекцию вот по вопросам цифровизации, по управлению качеством с нашей программой МБИ. Программа МБИ, она включает в себя этот курс, но на самом деле намного шире. Это программа управления инвестициями. Инвестиции могут быть самые разные. Это вот я и Наталья Сергеевна Щепочкина, которая является методистом данной программы. Теперь, давайте я расскажу сначала два слова об институте. Институт это структурное подразделение Высшей Школы Экономики и работаем мы с наверное 1996 года. Много разных программ, но одна из первых программ это программа МБИ, которую мы запустили в 2002 году. То есть этой программе уже больше 20 лет. Много выпускников самых разных. Теперь профессия. Сейчас мы с вами видим есть чат GPT, который запросто не только дипломы пишет, но и позволяет писать научные статьи. Ну по нашей оценке это в меньшей степени относится к вопросу связанному с управлением инвестициями. по той причине, что здесь помимо большого количества технических знаний, большого количества информации, которую надо переработать, нужно иметь некоторое чутье и понимание процессов, причем разных совершенно власть. И управление инвестициями как раз одна из тех профессий, которая должна не только сохраниться, но и значение должно увеличиться в будущем. программа МБИ продолжительность обучения два года по итогам выдается диплом опров переподготовки высшей школы экономики, мастер делового администрирования, язык обучения русский, форма обучения гибридная. То есть вот ковид привел нас к тому, что мы предлагаем слушателям два способа посещения занятий. Либо очно, и очно занятия у нас с вами, как правило, проходят на Мясницкой 20, либо дистанционно онлайн, вот так как мы это с вами сейчас делаем в зуме. И в том и в другом способе есть свои преимущества, но что еще очень важно, то что мы занятия, которые проходят записывая, мы всегда можете вернуться и посмотреть, что там было месяца два назад на ту или иную паре. Как там уважаемый Анатолий Владимирович рассказал о том, как надо контролировать качество. В чем преимущество программы? Первое, я думаю, самое основное преимущество, которое здесь сейчас мы не показываем, это то, что программа оказалась первой в Восточной Европе партнерская программа института CFA. Вы, наверное, знаете, что у института CFA есть партнерские программы. Смысл заключается в том, что содержание программы, которая предлагается, она должна на 75% покрывать все три уровня силобус института CFA по сдаче экзамена. Это ровно такая программа. Последний раз эта программа проходила аудит в июне 22-го года, и институт CFA подтвердил должное и качество содержания программы, тех преподавателей, которые на ней эту программу реализуют, и, соответственно, той учебной литературы, которую мы предлагаем. Дальше, к сожалению, мы с вами знаем, что институт CFA, он из России сейчас ушел. Если вы хотите сдавать экзамены CFA, а наши студенты сдают, к сожалению, надо регистрироваться где-то за рубежом и сдавать там, тем не менее, если есть желание, это инвестиции в себя, и многие наши студенты это делают. Какие еще преимущества? то, что мы приглашаем, преподаватели практиков. Дальше вы видите состав преподавателей. Многие из них, помимо того, что они руководители, руководят каким-то направлением в своих компаниях, они имеют международные общепризнанные сертификаты CFA, FRM, и CCA. Что очень важно в любой программе MBA, это, в первую очередь, нетворкинг. вы общаетесь на занятиях, вы общаетесь вне занятий, вы общаетесь с преподавателями, зачастую таким образом происходит смена работы, попадание на другую должность и так далее. Я сам закончил Гарвардскую школу бизнеса аж в 1992 году, то есть прошло уже больше 30 лет, и я до сих пор с удовольствием общаюсь со своими однокурсниками, с которыми я имел счастье обучаться в Бостоне. Удобный формат и то, что занятия в центре. Занятия в центре что означает? Вот, допустим, пока мы там в Гарвардской школе бизнеса учились, у нас всегда было железное правило. Каждую субботу мы шли в какой-нибудь кабак, платили по очереди, вот, и все были очень счастливы и довольны. В этом плане нахождение учебного заведения в центре Москвы на Мясницкой предполагает очень большие возможности. У нас партнеры. Ну, я уже сказал, что это был институт СФА. Сейчас, к сожалению, мы его не можем официально именовать партнером по понятным причинам. Ну, это ассоциация СФА Раша. Мы традиционно очень много готовим кадров для Центрального банка Российской Федерации, для Сбербанка, для Газпромбанка. Мы дружим с инвестиционной компанией АТО, но не только с ней, и с БКС также. У нас традиционно хорошие связи с рейтингами агентств, в том числе АКРА. При программе существует экспертный совет. если вы посмотрите, то, наверное, в общем-то, люди, они так или иначе узнаваемые, они на слуху, то есть, вот, помимо того, что они определяют стратегию развития программы, плюс к этому многие из них преподают. Вот сегодня, пока мы с вами беседуем, у нас как раз проходит занятие в группе МБИ по финтеху, которая ведет Михаил Валерьевич Мамута, это руководитель службы по защите правопотребителей Центрального банка, член Совета директоров Банка России. Вот ведет очень интересное занятие, вот, тоже поступите на программу, будете иметь возможность общаться, задавать вопросы и в том числе искать место работы, потому что при всех поручих условиях тот же самый Центральный банк сейчас выступает одним из наиболее конкурентно способных работодателей. Где работают наши выпускники? Честно говоря, где только не работают. Это ведущие российские зарубежные компании, самые разные, то есть это могут быть консалтинг, это могут быть банки, инвестбанки, причем как в России, так и зарубежом. в том числе наши выпускники работают аж даже и в Мировом банке, и в Международном валютном фонде, не говоря уж про российские компании. Ну, здесь вот этот слайд, он, собственно говоря, посвящен нашему многолетнему сотрудничеству с институтом СФА. Вот, и при этом вы должны понимать, что программа не есть подготовка вас к сдаче экзаменов СФА. Немножко другое, если вы собираетесь сдавать экзамен. Но многие наши слушатели и студенты магистратуры, то есть где есть аналогичная программа, две, они пользуются тем, что они слушают на программе, это позволяет им готовиться и успешно сдавать экзамены. Смотрите, там у нас на сайте есть ссылки на подобный родопыт. В программе используется проектная работа. Когда вас делят на команду, ставят перед вами задачи, и вы должны соответственно создать план, каким образом будет развиваться компания, какие есть конкурентные угрозы, такие есть конкурентные преимущества. То есть вот то, что происходит в реальной жизни, когда вы оказываетесь руководителем либо компании, либо какого-то ее подразделения. Структура, программная структура, на самом деле, она очень простая. То есть у нас есть обязательные дисциплины с точки зрения стандарта MBA. Это менеджмент, это управление человеческими ресурсами. Но при этом есть и дисциплины, связанные с CFA. В первую очередь, что это такое? Это различные типы рынков. То есть, допустим, мы исследуем фундаментальный анализ на рынке, проводим оценку устойчивого развития компании. Мы рассматриваем отдельно рынок акций и облигаций, рынок деривативов, которые позволяют хеджировать различные наши операции. управление инвестпортфельм, управление инновациями, альтернативные инвестиции. То есть, весь комплекс дисциплин, навыков и компетенций, которые необходим современному инвест менеджеру. Кроме обязательных дисциплин, есть дисциплины по выбору, которые группируются по двум трекам. Это новые технологии бизнеса, это и оценка и построение бизнеса. Эти треки, они достаточно условны. Вы можете переходить из одного в другой, выбирая то, что вам больше по душе и больше нравится. Выбор дисциплины идет мягким рейтинговым голосованием. то есть те дисциплины, за которые проголосовало большее количество слушателей, соответственно, они и выбираются. Более того, по стоку-постоку мы подвижны. Если у кого-то возникает необходимость той дисциплины, которой никак не было до сих пор, мы готовы интегрировать ее в учебный план, если вся группа в этом заинтересована. То есть проблем в этом никакой нет. наши ведущие преподаватели. Вот видите, здесь Анатолий Владимирович затесался в число наших ведущих преподавателей. Но это как вам сказать с моей точки нет цвета бизнеса. Начнем с Михаила Матовникова. Это главный нарядик Сбербанка. У нас есть на сайте посмотрите лекцию с ним, как он рассказывает буквально было неделю три назад или неделю, больше недели три назад, где он рассказывает о том, как можно оценивать то, что происходит в экономике, не имея вменяемой статистики со стороны Росстата. Мамута Михаил Валерьевич, который сегодня у нас читает как раз представитель Банка России, рассказывающий про финтех. Сергей Захаров в СФА, Алексей Кулаков в СФА, Павел Шальнов, вице-президент открытия Банка Большого, Горшинин, Александр СФА. То есть все эти люди так или иначе они связаны с бизнесом, они не читают вам какие-то те вещи, которые есть в учебниках, они рассказывают то, что происходит и то, что самое главное будет происходить. И чтобы вы понимали перспективы развития. А как нам поступать? Значит, поступать просто. программа стартует 20 октября. Вы подаете заявку онлайн. Ссылку всем участникам нашей встречи сегодня разошли, поэтому можете не записывать. Вы проходите входное тестирование и далее после входного тестирования секундочку закрывает. Заключайте договор об обучении. То есть все просто. Теперь есть пряники. пряники это скидки на обучение. При том, что программа стоит 860 тысяч, это за два года, есть скидки на раннюю подачу. Здесь вы видите даты, то есть до 31.07 это 15%, дальше до 15.09 10%, и до 1.10 это 5%. Отдельно мы даем скидку выпускникам высшей школы экономики до 10%. Есть также скидки юрлицам, когда к нам посылают некий коллектив свыше трех человек, тоже до 10%. вот то, что касается скидок, пожалуйста, имейте это в виду, если есть желание экономить деньги. Ну и наши реквизиты, они простые, то есть всегда можно будет посмотреть, с нами связаться, и что самое главное, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете переговорить с методистами, и можете запросить какое-то интервью со мной, где я, соответственно, отвечу на эти вопросы, которые у вас будут. Вот что, собственно говоря, касается программы. Ну а сейчас давайте мы с Анатолием Горгиевичем попробуем ответить, да? У нас немножко две разных плоскости, но тем не менее давайте попытаемся. То есть, пожалуйста, вопросы какие? Не стесняйтесь все спрашивать, мы все расскажем. Добрый вечер, спасибо большое за представление вашей программы. У меня такой вопрос. С вашей точки зрения, до какого возраста имеет практический смысл поступать на вашу программу? Самый старший у нас был на моей памяти студент из ВТБ ему был 50 лет. Ну, то есть, он уже в структуре ВТБ работал, просто он как бы прокачивал? принимал хорошую должность, да, да, совершенно верно. Вот, из правительства Москвы тоже кто-то был там, уже не помню, там же, по-моему, за 50 было. Ну, я думаю, что вот реально по факту так где-то вот, ну, до 45 лет вообще не вижу проблем. а дальше просто думайте, насколько вам это надо. Почему? Потому что, в принципе, это достаточно большая нагрузка, потому что вы, как правило, все работаете, и плюс к этому надо как или иначе участвовать в учебном процессе, да, надо выполнять какие-то домашние задания и так далее, то есть у вас, почему у всех дети, семьи, как правило, в таком возрасте, то есть это достаточно тяжело. А сколько времени занятия вот занимает в неделю, если смотреть по нагрузке, с точки посещения имеется в виду, да? Ну, они по-разному идут, то есть в среднем это у вас получается три дня это по две пары, то есть это получается занятие в центре, еще раз, как говорят, с половины седьмого до половины десятого. Значит, это три дня по четыре пары 12 часов и может быть еще у вас 8 часов в субботу. Вот, мы думали над тем, понимаете, чтобы скоротить количество часов в программе, но я вам честно могу сказать, рука не поднимается, потому что все дисциплины, которые есть, нужны, и пытаться чего-то отрезать, откромсать, оно приведет просто к потере качества, то, о чем сегодня Анатолий Владимирович говорил. Спасибо. Хотя на рынке вы посмотрите, там есть MB, которые там за 250 часов что-то дают. У меня другая история. вопрос у вас вот по оплате, говоря, там получает, что если хочешь сэкономить, то до конца июля нужно проплатить уже, да, при этом нужно же еще как-то пройти тестирование и зачислиться к вам, да? Посмотрите, вы что делаете? По срокам, да, если по срокам. Вы вот эти сроки, да, вот я сейчас вытащил их, значит, вы должны, если вы хотите получить скидку 15% до 31 июля, правильно я считаю? Угу. Вы должны что-то делать? Вы должны пройти тестирование, вы должны оплатить, у вас скидка на весь период обучения будет 15%. Пожалуйста. Хотите, что у вас была скидка 10%, значит, делайте все то же самое, но до 15 июля. Ну, подсмысл какой-то. Не, ну, просто, мы всех разные планы, я не знаю, что она... Финансисты должны уметь считать деньги, да. Хотите максимально сэкономить, есть такой вариант. А оплата у вас в какие сроки проходит, там написано в 6 этапов, а именно вот по времени? Наталья Сергеевна, вы с нами, нет? Да, я с вами. Здравствуйте, добрый день. Смотрите, вот по поводу тестирования я хотела вам подсказать, значит, вы подаете документы на сайте, мы с вами связываемся и проводим тестирование на платформе Zoom в онлайн формате. мы с вами договоримся о времени, допустим, вечернем времени и в Zoom вы пишете тест, в Google форме у нас тест, вам надо из 20 вопросов ответить на 12 правильно. Значит, по поводу взносов, взносы у нас 6 взносов, у вас получается 3 взноса за год, значит, первый в течение 10 дней после того, как вы подписываете договор, второй в январе, потом в апреле. Дальше опять в конец августа, январь и апрель. В договоре это все будет прописано, значит, если со скидкой 15% у вас будет стоимость стоить 731 тысячу, первый взнос будет 86 тысяч. Угу, понятно. Отлично, спасибо большое. Пожалуйста. Так, еще вопросы, пожалуйста, коллеги. Скажите, пожалуйста, есть ли международная аккредитация программы, например, Амба? Нет. У нас аккредитация на самом деле была круче, чем Амба. У нас был аффилирован с институтом СФА. Это значительно круче. Вот сейчас международная аккредитация нет ни у кого, в том числе и у нас, потому что в силу известных событий все эти вещи не приостановлены, к сожалению. Вот, но еще раз программа проходила аудит института СФА в июне 22-го года. Институт подтвердил, что программа соответствует всем высоким критериям института СФА. задать вопрос мне по обучению. Ну, задайте. можно через микрофон. задает вопрос. Еще вопрос какие? Коллеги, давайте. Еще такой вопрос. Запись сегодняшнего презентации будет? немножко опоздал, вот хотелось бы прослушать запись. Запись включена, да, значит, вам разошлет саму презентацию, разошлет запись сегодняшнего мероприятия. вы увидите, как это все на самом деле работает, в том случае, если вы пришли на программу дистантную. Потому что, понимаете, в дистанте есть свои плюши. То, что не надо тратить время на транспорт, не надо соответственно там всяких микробов и вирусов ловить, с одной стороны. То есть, вы можете посмотреть все, когда вам удобно, но, с другой стороны, еще раз, одна из задач программы МБИЭЦ – нетрокинг, который на самом деле, если брать по весам навыки, компетенции, которые здесь получаете, и контакты, наверное, 50 на 50. И вот, если вы просто постоянно в онлайне, то у вас нормального вменяемого нетрокинга не будет. Ровно по этой причине мы делаем гибридный формат. Более того, то есть, когда у нас проектная работа, то есть, когда мы делаем какой-то проект, то, соответственно, мы требуем очного посещения. Это относится и к тем, кто из других городов. Так. Для чего нужен цифровой рубль? Слушайте, коллеги, давайте вот в двух словах. Цифровой рубль нужен для того, чтобы продвинуться чуть дальше, чем современные формы безналичных денег, которые базируются на курс счета. Вот, а дальше есть много вариантов, много гипотез. Посмотрите, есть мои статьи на эту тему. Прочитайте, давайте сейчас сюда лезть не будем. Придете на занятиях, мы с вами это обсудим. Здравствуйте, спасибо за рассказ. Я вот как выпускник магистерской программы банковского института помню, что у меня значит во время, когда я обучался, был доступ к банку с значит научной переводикой, статьями и статистикой. Большой статистикой остается ли он сейчас вот у студентов это оказалось очень ценным инструментом, тогда я его не ценил, но сейчас вижу, что он нужен. И он пригодился бы буквально в любой работе. ну то есть помогает масштабнее мыслить. И есть ли такой доступ к информации сейчас у студентов? Володь, он сейчас есть. как вы сами понимаете, это работает несколько криво, потому что официально библиотеки закрылись, но это работает. То есть то, что было при вас, вы можете зайти, посмотреть, потрогать, пощупать. Что ухудшилось, сразу могу сказать. То есть когда вы обучались, я не знаю, было это или нет, но у нас было 20 доступов к рейтеру. Вот, и всегда можно было, то есть мы их раздавали по разным группам, и всегда можно было взять, зайти, что-то там посмотреть, вне зависимости от того, где вы находились. Сейчас доступов не к рейтеру, не к лунбургу больше нет. К сожалению, но это вне нас. Вы знаете, что каким образом там, допустим, там сбирали ВТБ, используют рейтер с Блумбергом, но вот при условии, что это запрещено, мы так не можем. Это существенный минус, но куда деваться? Ну, ничего. Ничего. По крайней мере, есть статистика, результаты библиотека есть, да. В библиотеке все работает. Хорошо, спасибо. Так, еще, пожалуйста. Ну, забегая вперед, я так взял про тестирование хотел узнать. Порог ясный, 12 из 20 вопросов нужно суметь ответить правильно. Какая статистика, какой вообще средний портрет программного студента понятен. статистика, насколько успешно люди проходят, нужно ли подготовиться, для чего он нужен. Это средство, который поможет оценить себя и понять, насколько готов к программе, насколько нужно свяжить, может быть, какие-то блоки. Или это отбор? статистика, там, где тест, там есть ссылка на учебник, что надо прочитать. Если вы закончили нашу инвеструтуру, вам ничего читать не надо. Там основной вопрос по макроэкономике. то есть это к тем, кто закончил либо совсем давно, либо понятия не имеет, что такая наука есть, как макроэкономика. И для чего это нужно? Во-первых, стандарт положен, чтобы были входные испытания. Ну и второе, все-таки мы хотим, чтобы люди, которые приходят на программу, они понимали, зачем они приходят. Статистика, то есть есть, да, по-разному сдают. Бывает, кто не сдаёт, бывает, кто сдаёт без проблем 20 из 20. Наталья Сергеевна, вы, наверное, подскажете лучше. Ну, 20 из 20 практически никто не сдаёт, я так вам сказала. Вот, из 20 многие сдают, и очень много проходит по 12 баллов, вот, прямо на пределе, потому что там вопросы по макро-микроэкономике при входном тестировании, и кто-то знает одну часть лучше, кто-то другую. Вот, просто многие поступают люди, которые уже давно закончили вузы и школу, вот, поэтому у некоторых уже что-то подзабылось. Ну, в принципе, наверное, где-то 80% проходит тестирование. Готовится по, есть у нас пробный тест на сайте, вот, готовится, вот, девушка у меня тут готовилась по Мэнкью, принцип экономикса, книги, она огромная, здоровая, ну, вот, она ее где-то там раздобыла, вот, и готовилась по ней. То есть, в принципе, этот тест пройти реально, особенно для свежих знаний нормально. Тем более для наших выпускников. Да, тем более для наших выпускников. Просто у нас же поступает это на программу не все экономисты, у нас есть юристы, из других областей медики есть, поэтому им сложно какие-то вещи. освоить. И то вот проходит и даже количественные методы ничего осваивают. Еще вопрос, пожалуйста. Приходите, Владимир, к нам, будем рады. Хочется узнать про часть вот, которая про бизнес администрирование, то есть строение может быть устройства команды, навыки наверное здесь эффективного строения коммуникации внутри команды, управления талантами, вот для меня актуальность сейчас. Конфликты, да, конечно. Да, конфликты, вот эта часть программы интересна, можете ли вы рассказать чуть больше, хотя бы там какая-какое время уделяется, что там практика, семинары или может быть выживка из теории, если так, то и какие-то учебы. Здесь идут лекции, здесь идет в том числе идет проектная работа, когда это касается тимбилдинга, то есть как создать команду, которая соответственно будет решать те или иные задачи. Плюс к этому это подготовка презентаций, потому что прекрасно понимаете, что это сейчас одно из наиболее востребованных качеств, то есть так, чтобы ваш руководитель или ваши подчиненные поняли, какая задача и что, собственно говоря, надо делать. Вот поэтому помимо, собственно говоря, финансового блока, то есть где-то, наверное, четверть всего времени уделяется именно менеджериальным вещам. Плюс к этому, понимаете, у нас же есть курс, который лежат и там, и там. Допустим, стратегический финансовый менеджмент. То есть мы, с одной стороны, прорабатываем вопросы, связанные с стратегией развития компании, но стратегия развития компании, она предполагает соответственно, что и как вы будете делать со своим персоналом. То есть это вот такие сопредельные вещи, междисциплинарные, и они в программе присутствуют. Плюс, допустим, там формировать стартапы и так далее, тоже интересная вещь. Краудфандинг, как организовывать. вот это все присутствует. Спасибо. Так, еще вопросы? Так, ничего, нет больше вопросов? Переходим на цифровую рубль? Тогда я очень рад был вас всех видеть. Большое спасибо, что вы потратили свое драгоценное время на то, чтобы посетить наше сегодняшнее мероприятие, которое состоало из двух частей. Первое все-таки как разумно сделать цифровизацию, потому что бывают хорошие примеры, бывают плохие примеры, когда цифровизация, к сожалению, оборачивается удвоением и утроением бумага оборота. Такое тоже бывает, к сожалению. Вот надеюсь, что у нас с вами такого не будет. Ну и собственно говоря о программе. Программа очень интересная, очень хорошая, честно говоря. В общем, у нас есть разные выпускники, которые, допустим, после окончания нашей программы ездили и заканчивали MIT, учились в Гарвардской школе бизнеса, я сам заканчивал Гарвардскую школу бизнеса. Я им честно могу сказать, что существенной разницы нет, за тем исключением, что, естественно, у нас нет такой библиотеки кейсов, которая есть в Гарвардской школе бизнеса, но это другая история. нет больше вопросов. Тогда всем еще раз всем большое спасибо, ждем вас, приходите к нам, чем раньше придете, тем меньше это будет стоить, зависимость прямая. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.